Шаман, гоблин, жена Пескова – все это получатели очередной порции президентских грантов. Им выделят миллионы рублей из наших с вами налогов на, внимание, культурные инициативы. Какие? Расскажу вам я, редактор телеграм-канала «Сирена» Андрей Затирко. Такой уж я есть, и меня не сломать, и все потому, что я узкий. Еще недавно никому неизвестный певец Ярослав Дронов по прозвищу Шаман после начала войны стал настоящей иконой для Z-пропагандистов. Все благодаря ура-патриотическим песням «Я русский» и «Встанем». Теперь его песни учат в школах, а сам он становится гвоздем концерта «За Путина и войну». Символ нашей специальной военной операции – Шаман! Встанем! Встанем! Пока еще с вами мы живем, и правда за нами. Сегодня перед нами новый этап в его карьере. Теперь он станет оперным певцом, причем получит роль сразу князя Владимира. Проект будет способствовать подъему патриотического духа, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и торжества русскости. За эту больную фантазию продюсерский центр Игоря Матвиенко получит от президентского фонда культурных инициатив минимум 28 миллионов рублей. И это только начало, так как проект идет с пометкой «Первый этап». Страшно подумать, что будет дальше. Еще один взлетевший за время войны певец – солист группы «Серьга» Сергей Галанин. Но если шамана кто-то реально стал слушать, то Галанин просто стал больше зарабатывать. К примеру, за участие в одном лишь концертном туре «За Россию» он получил 10 миллионов рублей. Больше десятка других звезд, включая даже Газманова. Неясно, за какие заслуги, но и в этот раз Галанину перепало. Проект с его участием получил почти 6 миллионов рублей. В рамках проекта дети с севера России и из Донбасса должны написать песни под названием «Россия – это мы» и отправить на этот конкурс. Из них наставники, в том числе Галанин, выберут лучшие. Потом с детьми в музее ВВС России запишут клип, который будут крутить по телевидению. Бедные дети. Вновь повезло с Грантом и блогеру Дмитрию Пучкову, больше известному как Гоблин. Я подбираю нам, чтобы без свиней не обойтись. Дементий, гони свиней. Изгнанный в прошлом году с Ютуба за пропаганду войны блогер нашел, как возместить потерянный доход. За наш с вами счет. Гоблин уже второй год получает круглую сумму от президентского фонда за продолжение пропагандистской работы, но уже во ВКонтакте и на Рутубе. Ведь что очевидно, СБУ работает под прямым управлением ЦРУ. Речь про его шоу «Вечерний излучатель», в котором он, восхваляет Путина, почти материт Украину и Запад. Наступление укронацистов сразу не задалось. В прошлом году за эту работу Кремль дал ему 18 миллионов рублей, а в этом уже 19. Видимо, хорошо себя показал. Ну а российская армия продолжает выполнение поставленных задач, планомерно освобождая нормальных людей от власти нацистов. Рамзан Кадыров. Его среди грантополучателей Фонда культурных инициатив не ждешь, но он здесь. Проект «Сыны Чечни на страже российской державы» получил почти 26 миллионов рублей. Это уже второй грант. Вместе с первым бюджет проекта приближается к полусотне миллионов рублей. Все эти деньги пойдут на прославление воевавших, в том числе в Украине, чеченцев. Грантов на съемки фильмов про участников войны в Украине традиционно много. Вот только некоторые из них. Сериал «Отцы Донбасса» – 18 миллионов рублей. Документальная эпопея «Отважный» – 14 миллионов рублей. Фильм «Солдат ребенка не обидит» – еще 13 миллионов рублей. Все это из наших с вами налогов. Доходит до смешного. Теперь авторы таких пропагандистских лент получают деньги не только за их съемку, но и за их обсуждение с людьми. Известная в узких кругах пропагандистка Саша Франк в прошлом году получила 7 миллионов за фильм «Донбасс. Дорога домой». А в этом году – еще 6,5 за поездки в регионы Дальнего Востока и разговоры о фильме с россиянами. В следующем проекте речь уже не про пропаганду войны, а скорее про классическую коррупцию. Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, получила 25 миллионов рублей от президентского же фонда. За них она должна провести ледовое шоу, но сколько, когда и где – не указано. А зачем? Ведь главное – перевод оформить. А то укажешь, и журналисты достанут. В прошлом году «Сирена» обнаружила другой президентский грант Навки. Ей дали 14,5 миллиона рублей на ледовое шоу в Луганске. Показать его нужно было до конца февраля 2023 года. Но никакого шоу в Луганске все еще не прошло. Получается, условия конкурса нарушены, нужно наказать грантополучателя. Но не жену Пескова. Ей дали еще 25 миллионов, но уже без сроков. Подобных проектов еще десятки на сотни миллионов рублей. Если интересно, идите в канал «Сирена» по ссылке в описании и прочитайте о других. Помогите распространить это видео. Пока!